В городском парке «Березовая роща» состоялся турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Народного Единства. В нем приняли участие три команды – «Женская Виктория», «Спартак» и коллектив тренеров обеих команд. Женский клуб «Виктория» был создан два года назад по инициативе любителя-футболиста Максима Шашкина. Ученик седьмой школы сначала тренировал на спортивных площадках «Березовой рощи» мальчиков. Постепенно интерес к футболу стали проявлять девочки, проживающие в округе. Так была создана женская команда. В прошлом году она приняла участие в открытом турнире по мини-футболу «Старт» среди девичьих команд Северного Подмосковья и заняла третье место из пяти участниц. В этом году женский клуб также будет участвовать в турнире. Первая игра состоится уже 11 ноября. Задачи и цели на эти старты у тренеров и игроков не амбициозные, но вполне реальные и серьезные. Задачу я, честно сказать, на сезон не ставлю. Мы идем от матча к матчу, потому что у нас и состав весь изменился, и руководство, можно сказать, изменилось. Многие девочки ушли в Куликово, такие основные. Поэтому мы идем от матча к матчу, развиваемся в этом направлении. Будем надеяться, что хотя бы в пятерку, если будет, в восемь команд попадем. А так, конечно, хочется и в призах побыть. В команде девчат сейчас играют 16 футболисток. Это ученицы Дмитровских и Яхромских школ. Возраст игроков от 12 до 16 лет. Одни учатся в школе, другие уже являются студентами техникумов. Недавно коллектив обновился. Некоторые игроки перешли в другой футбольный клуб – Куликово. Их место в команде заняли новички. Мне очень нравился футбол. Я начала играть с шести лет, как бы, в дворовой команде. На футбол меня позвали подруги, которые здесь уже играли. Также я видела в ВКонтакте, в соцсетях про эту команду. И вот меня притащили все же друзья. Я начала здесь играть. Сложно быть капитаном? Честно говоря, да. Это было решение тренера. А почему это так случилось, я не знаю. Я думаю, команда подготовки к турниру старта идет полным ходом. Мы готовы. Должны показать хорошие результаты. Сейчас уже три месяца занимаюсь. Ну, как тебе здесь? Прижилась? Все хорошо? Да, коллектив отличный, дружный, сплоченный. Все нравится. Ну, а вратарем все-таки быть это твое амплуа или нет? Ну, да. Я уже 20 лет на этой позиции играю. Мне все нравится. Ну, в поле, конечно, бывало время играть. Но все-таки в воротах у меня лучше получается. И мне это вот роднее, скажем так. Самый, так сказать, главный момент это то, что мы сыграли в ничью с Куликова. И выиграли в вербилке 5-1. И, наверное, все-таки таких особо моментов не было. Наверное, это был определенный опыт, да? Да. Причем такой достаточно серьезный. Да, мы заняли третье место среди команд. Ну вот, и в следующем турнире тоже пытаемся войти в тройку. Команда юношей «Спартак» в сезоне этого года будет участвовать в чемпионате Дмитровского района по мини-футболу. Перед важными стартами ребята и девчата проводят совместные тренировки и турниры. Этот опыт им обязательно пригодится на соревнованиях. По итогам четырех матчей первое место заняла Виктория, набравшая восемь очков. Одно очко уступил ей коллектив тренеров «Легион». Третье место занял «Спартак». Дочка стала заниматься футболом. Я ее в этом моменте поддержал. И сложилось с тренерским штатом такое взаимопонимание. И все-таки есть, можно так сказать, лояльность такая. По моей виде деятельности работы можно было помочь клубу. Мы с Максимом Владиславовичем пришли к единому мнению. То, что возглавить как спортивный директор. Сейчас готовится полный пакет документов на преобразование спортивного клуба полностью Виктории. И будем развиваться дальше как любительский спорт. Тренеры и игроки футбольного клуба «Виктория Икша» благодарят Владислава Шашкина и руководство физкультурно-оздоровительного комплекса «Икша» за помощь. Дворовый футбол в нашем городе развивается благодаря энтузиастам. Фанаты своего дела, по сути, отрывают детей от улицы и решают многие воспитательные задачи. Двери клуба открыты для всех желающих. Здесь ждут девочек 2001 года рождения и моложе, а также мальчиков.